Татарстанцев накормят красной рыбой, выращенной в республике, что будет с ценами, пока они кусаются. Но Урлатский сахарный завод закрывается причиной и перспективой оставшихся без работы сотрудников. Как сэкономить в отпуске на еде, экскурсиях и сувенирах? Советы экспертов. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте! Татарстанцев будут кормить красной рыбой собственного производства. Собственного – это выращенного в Зеленодольском районе. Там появится ферма по производству форели. Планы символичные. 100 тонн красной рыбы к столетию Татарской ССР. Эту дату будем отмечать этим летом. К слову, в республике, в Лаишеском районе уже есть два рыбзавода. Там выращивают стерлядь. В марте собираются заложить третью очередь завода. Обойдется это в 300 миллионов рублей. Не факт, что вся рыба останется в республике. Выйти на российский рынок, продавать ближайшим соседям – такие объемы производства тоже позволяют. Тем более дефицит лососевых на прилавках магазинов сегодня ощущается по всей стране. Хотя и объемы производства в России потихоньку наращивают. Примерно на 10% в год. В прошлом году вырастили 90 тысяч тонн, но этого все равно мало. И поэтому в условиях дефицита красная рыба остается одной из самых дорогих. Например, в Казани один килограмм форели охлажденной, привезенной из Мурманска, в среднем стоит от 500 до 700 рублей. Стерлядь – 950 рублей. Лосось свежий охлажденный – 1000 рублей за кило. 188 человек остались без работы в Нурладском районе. Те, кто трудился на местном сахарном заводе. Его закрывают, сейчас завод на консервации. На прошлой неделе, когда президент Рустам Яниханов приезжал в Нурлад, он высказался по этому поводу. Поручил никого из бывших сотрудников не оставлять без работы. Есть проблемы с сахарным заводом. Так получилось, что он не соответствует, не конкурентен. Но очень внимательно надо посмотреть, как мы можем задействовать этих людей. Конечно, это прекрасные площадки. Я думаю, у вас достаточно много хороших площадок здесь. Здесь, конечно же, надо продумать вопросы промышленной площадки. Каких инвесторов мы можем сюда привлечь? Министр экономики здесь. Понятно, что очень больная тема, особенно для тех, кто работал, создавал это предприятие. Но сегодня она не конкурентна. Тем не менее, мы должны создать все условия, чтобы все люди были трудоустроены. Два раза в неделю в местном центре занятости работает специальный консультационный пункт для бывших сотрудников Нурладского сахарного завода. Им помогают искать работу. Официальной же причиной закрытия завода называют его низкую рентабельность и нехватку сырья. Это при том, что по всей России в прошлом году было колоссальное перепроизводство сахарной свеклы. И в Татарстане тоже. Правда, хозяйство, что находится близ сахарного завода в Лениногорском районе, Нурладском, Оксубаевском, в последние годы постепенно снижали посевные площади под свеклу. Собственно, уменьшить посевы в этом году потребовали от всех регионов России. Напомним, в республике остаются еще два крупных сахарных завода – Заинский и Буинский. Так что о дефиците сахара пока говорить не приходится. А вот цены остаются по-прежнему рекордно низкими. Один килограмм сахара в магазинах Татарстана сегодня в среднем стоит 25 рублей 43 копеек. Это данный Татарстан стата. За неделю сахар снова подешевел на 8 копеек. Впрочем, татарстанских хозяй, которые планируют варить варенье будущим летом, это может только порадовать. Как сэкономить в отпуске? Узнали, подсчитали и сформулировали эксперты Нацбанка. Советы разместили на специальном сайте «Финансовая культура». Например, можно ходить на выгодные экскурсии. Часто в крупных городах проводят бесплатные обзорные экскурсии. В пунктах информации для туристов их график увешивают под вывеской с большой латинской буквой «Ай». Сувениры советуют покупать не в аэропорту и не в центре города, а где-нибудь подальше от популярных туристических мест. Точно будет дешевле. Всегда выгоднее брать сразу пакет услуг. Например, единый туристический билет, по которому можно будет и в музеи проходить, и ездить в общественном транспорте. А специальные интернет-приложения помогут найти точки бесплатного Wi-Fi. И тогда можно будет сэкономить на интернете за границей. Вот такая была экономическая картина этого дня. Что принесет день новый, обязательно узнаем и расскажем. Смотрите новости экономики на телеканале «Татарстан-24». До встречи.